Тем временем воздушные ворота Краснодара работают в режиме повышенной готовности. Аэропорт принимает все самолеты, которые направлялись в Ростов. Пассажиров доставляют в пункт назначения автобусами. По данным Донского МЧС, ремонт, поврежденный в результате падения Боинга взлетно-посадочной полосы, займет не менее 10 часов. А значит, все это время дублировать работу Ростовского аэровокзала будет Краснодар. Несмотря на ситуацию, плановые рейсы продолжаются. Сильный ветер на работу аэропорта не повлиял, сообщает в базе Лайра. Долетели хорошо, поболтала немножко на посадке, а так нормально. Ветер сильный, турбулентность была сильная при посадке, так что большое спасибо, конечно, экипажу и командиру, что посадили самолет хорошо. В Краснодарском аэропорту работает оперативный штаб. Он обеспечивает бесперебойное авиасообщение. Буквально час назад аэродром принял самолет из Дубая. Он привез специалистов авиакомпании «Флай Дубай», которая принадлежала суднам. Они будут участвовать в расследовании причин трагедии. В эти минуты этот лайнер поднимается в воздух с пассажирами, которые должны были улететь из Ростова на потерпевшем крушении Боинги. Их доставили в Краснодар утром. Из 125 человек 50 лететь отказались.